Как девушки-ребятишки, с вами Става Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее сегодня у нас будет немного необычное видео. Недавно вышла новая версия Майнкрафта 1.11, мы рассмотрим что нового добавили и рассмотрим 16 нафиг новых монстров, которые могут быть добавлены в Майнкрафте, которые в принципе уже есть в Майнкрафте, но только под большущим секретом. И не каждый знает как их найти, как их использовать и как их вообще добавить в ваш мир Майнкрафта. Поэтому, ребята, если вы заинтересованы, а я уверен, что вы увидите в этой серии много чего интересного, влепите, ребята, пожалуйста, большущий палец вверх на вот этот видос, мне очень приятно, когда я вижу много лайков на своем видео, у меня прям тянутся руки для записи новых видео, чтобы выложить, записать и показать вам как можно быстрее, потому что, ребята, я вас люблю, своих подписчиков, также не забываем подписываться на мой канал. Да, ребята, это очень сильно важно, поставить лайк на вот этот видосик. А сейчас, ребята, мы будем приступать, и все мы прекрасно знаем то, что в новой версии Майнкрафта 1.11 были добавлены 4 новых моба. Ну вот, такой ангелочек, вот такой новый житель, лама, и еще один вот такой новый житель, то есть 4 новых монстра. Но это, ребята, еще не все, сегодня мы рассмотрим еще 16 новых монстров в Майнкрафте, о которых вы, в принципе, вообще даже могли не знать. И первый монстр это будет у нас, давайте все же рассмотрим, вы знаете кого, давайте рассмотрим Огра. Огр это прикольный монстрик, я вам обещаю. Это, ребята, большая махина, которая содержит дофигища командных блоков, все мы знаем рубрику без модов. Именно вот эта мхина добавляет офигеть, как много всяких новых вещичек в новой версии Майнкрафта 1.11. И первую из них это, как я уже сказал, это будет Огр. Вот, ребята, наш Огр. Он спавнится в мире, может спавнится в мире с шансом 2.5% на траве. Да, у него урон 10 единиц, то есть, смотрите. Ну, если учитывая то, что у меня офигеть какая зачаренная броня, то это все пустяки. Но Огр очень-очень-очень плохой пловец. Как только он залез в воду, он отсюда не сможет выбраться. Как видите, он находится на месте, и мы просто можем пинать его, пинать, пинать, пинать. И он на нас даже не будет рыпаться, потому что он просто не сможет выбраться с этой воды, с этого озера, с этого ручейка. Потому что он там застрял. Также Огру, в принципе, пофиг то, что у вас дома есть стены. Потому что, как видите, он просто может нафиг прибежать, разделать вот эти все стены, разгромить весь ваш дом и просто уйти себе. Также Огр умеет очень-очень-очень и очень высоко прыгать. То есть, если я, допустим, сюда заберусь, то он сюда сможет вот прямо сейчас подпрыгнуть. Только где он? Где он? Огрик! Я вот тут, я вот тут! Прыгай вот сюда, прыгай! Давай, давай! Или ему, в принципе, мне кажется, более удобно разносить весь мой дом на части, а подпрыгнуть ему лень. Ну, в принципе, вот такой, ребята, у нас Огру. Самый лучший вариант убить Огра, это загнать его в такую ловушку и просто вот так медленно, медленно, медленно стрелять в него с лука. Ну, или же использовать ваш меч. Потому что, если честно, с Огра есть более-менее такой нормальный дроп. С него может выпасть как и железо, так и уголь, так и золото. Не успел я сказать уголь, как нам выпал уголь. Ну, такой себе мобик, если честно, средненький. Между прочим, смотрите, сколько много всяких различных новых предметов, руд, зачарований и многого другого добавляет вот эта сборка команд, даже без модов. Смотрите, ребята, это просто офигеть. Поэтому, если вы хотите поиграть, напишите в сообщении, точнее, напишите в комментарии под этим видео, поставьте лайк. Я, ребята, оставлю вам ссылочку на вот этот пак команд, потому что это даже без модов. И вы сможете играть вот-вот-вот-вот-вот в это. Всё, иметь плюс новых 16 мобов в вашем ванильном Майнкрафте 1.11. Да, и это круто. Следующий моб Аквариус. Как видите, это морское чудовище, которое просто проваливает сразу вас в подземлю и создаёт какую-то лужу. И будет вас топить, пока вы не задохнётесь. У него 100 жизней и 6 урона. У него 25% шанса спавна возле воды. Как видите, они прямо сейчас меня тут утопят, потому что я не смогу отсюда выбраться. И, наверное, мне нужно будет распрощаться жизнью, потому что они меня, заразы, утопили. Этот монстр, как видите, опять создаёт калюжу и меня пытается тут утопить. Но он не может сам умереть от воды, потому что он бессмертный в воде. И также по воде он передвигается, если честно, очень-очень-очень-очень-очень и очень быстро. Но плюс в том, что если он умрёт и если вам повезёт, то вы выбьете с него. Как видите, в этот раз мне не очень повезло, но вы можете с него выбить офигенные шмоточки. А именно, надеюсь, что это вот эти ботиночки, которые мне нужны. И да, ребята, это они. Вы можете дробнуть эти ботиночки и просто бегать по воде. В буквальном смысле. Ну, почти бегать, ладно. Также из этого моба выпадают различные рыбки, чтобы вас накормить. Если вы выпьете зелье скорости 2 и оденете вот эти ботиночки, то смотрите, ребята. Смотрите, как быстро вы будете передвигаться по воде. Это, ребята, просто офигеть как круто. Смотрите. Ребята, убивайте этого моба, потому что другим способом вы никак не сможете получить вот это зачарование, которое называется... Дипф Страйдер. Которое позволяет вам просто молниеносно переливаться по воде. Вот в чем плюс убийства вот этого моба. Да. Следующий моб это вампир. Он, если честно, может сказать бессмертный. И его можно убить только тогда, когда он превратится в летучую мышь. Как видите, сейчас... Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Эта зараза превратилась в летучую мышь. И он накладывает на специальный эффект, который понемногу, понемногу, понемногу будет высасывать из нас здоровье. Когда вы убьете летучую мышь, то вы получите клык вампира. С которого можно потом скрасить различные крутые прибамбасы. Еще раз повторяюсь, вампир может быть убит только тогда, когда он превратился в летучую мышь. Иначе он просто бессмертен и вы его никак не сможете убить Следующие два монстра это орки, потому что они идут парами Первый орк это магра орк, второй орк это торган орк 1,5% того, что они смогут заспавиться на траве в любой части вашего мира Только не заспавятся, они заспавятся группами, то есть два тограна и два маграна Вот такие вот делишки В первую очередь нужно расправиться с тогранами, потому что они намного слабее, чем вот эти магморы Но суть в том, что они оба очень сильные У обоих дофига скорости, дофига силы и дофига прыгучести Они могут прыгать офигеть как высоко Но не в этом суть, не в этом суть Они, если честно, дропают офигеть какие крутые вещички Могут, как видите, дропнуть голды тагетсы Ну, в принципе, это не очень крутая вещь Но самая-самая главная вещичка Это то, что они дропают крутое зелье Как видите, я только что его поднял И давайте, в последнюю очередь, мы убьем тограна И все, больше никого нету Как видите, ребята, они дропают крутое зелье Которое называется даже Орче зелье Давайте посмотрим, что оно нам даст Как видите, оно нам дало и положительные, и негативные эффекты Вы ни черта не видите, но зато вы можете перебиваться очень-очень быстро У вас очень много скорости, у вас очень много силы и многого другого То есть, все крутые эффекты Орка, но также не очень крутые Потому что вы просто-напросто не будете ничего видеть Думайте, стоит ли его пить или нет Следующий моб это Йети Который с шансом 7% может спамиться у вас в снежном биоме У него 50 жизней и также 7 урона за 1 удар О, какие они страшные, какие они жуткие И... ой, и что-то от меня хотят Я пока даже не знаю, что Обнимашек они хотят Или рубавушки, потому что митик даже бить не собираются Что вы от меня хотите вообще? Черти, а? Черти зимние, а? Ребята, с них может выпасть порох С них может выпасть кость С них может выпасть железо и многое другое Но! Они очень быстрые Они очень пригучие И с ними будет много проблем Если вы, допустим, встретите их какую-то зимнюю ночью Посередине какого-то зимнего леса Смотрите, не обкакайтесь Когда Йети увидите перед собой Следующий моб Ааа, даже ужасно меня нагоняет Потому что следующий моб у нас Вандерер, как он называется Ребенок, не издеваешься? Вандерер это монстр, который будет Пугать вас, потому что у меня аж мурашки по коже Также будет спамиться в самых-самых-самых-самых темных уголках вашего мира А именно на высоте минус 30 в вашем мире Майнкрафта Как видите... Ёханы, бабай! А, это уже другой моб Это уже другой моб Давайте все же вернемся к первому Вот к этому маленькому заразе Давайте убежим Что за хоррор? Что за хоррор? У него... У него 100 жизней Это что еще за фигня, ребята? У него 100 жизней И также 8 единиц урона за 1 удар С ним бесполезно сражаться Потому что вы его сможете убить только с помощью лука И смотрите, что за мной тут гонится Давайте мы, наверное, все же будем переходить к следующему мобу Пока меня вот эти черти просто не загрызли заживо Ага Следующий моб Это тот, с которым мы только что встретились Это маг Страшный и ужасный монстр Я его спамил только одного Потому что, ребята, у него 150 жизней И 10 единиц урона Как видите, он также может суммонить различные молнии Также может спамнить различные огненные змеи Наверное, сейчас он покажет Я буду очень сильно этому рад Но плюс к этому он спамнит двух огров Которые также имеют по 100 с чем-то жизней Поэтому, ребята, это, наверное, один из самых-самых-самых худших мобов Которые могут вам встретиться в мире Майнкрафт И еще одна способность Это то, что он может вас просто поднимать в воздух Как какой-то Гарри Поттер Вот смотрите, как видите, ребята Вот огненные змеи, о которых я только что разговаривал Но это еще не все, потому что Эй, зомби, иди в сраку, иди в сраку Это еще не все, потому что Когда вы убьете вот этого мага С него, ребята, дропается особый предмет Это огненная магическая палочка Не знаю, хотите ли вы, чтобы я об этом рассказал Наверное, в следующем видосе Если вам понравится вот этот, ребята Я расскажу о специальных вещах Которые могут быть добавлены Ваш Майнкрафт 1.11 Потому что, как видите, они реально крутые Прям пердак горит Вот посмотрите, а И следующий моб Это Эндермейнс Это небольшая трансформация С обычного Эндермена Которого вы видите перед собой Который уже на меня сейчас бежит Но давайте я заспавню, ребята Ёханый, папа, что же Сколько же этих магов передо мной Но, ребята, это обычный Эндермен А вот это самый злой Эндермен Которого вы когда-либо видели в мире Потому что, ребята, он будет вас степехать Вот смотрите, я стою на месте Он будет вас степехать Туда, сюда, сюда Поэтому, ребята, мне кажется С ним даже не стоит сражаться Но это еще не все Это, ребята, еще не все Если рядом с вами будет находиться Дофигища криперов То вот этот Эндермен Будет превращать их в заряженных криперов А если возле вас будет находиться Дофигища зомби То этот Эндермен Будет превращать их в бэйби зомби То есть в детей зомби Также обычных скелетов Он будет превращать в визер скелетов Поэтому, ребята, мне кажется Лучше с ним даже не сражаться У него 200 жизней И офигеть, как много урона Также, ребята Он в руках носит с собой ледышку Ледяной блок Поэтому, ребята, отличная защита Против этого Эндермена Это носить с собой факелы Потому что если вы поставите факелы над землю То эти факелы будут отгонять Вот этого Эндермена от вас И у вас будет больше шансов выжить Против вот этого чудовища Потому что Это жуть Это жуть, честное слово Следующий моб Это Рыцарь Ада Ребята, если вы встретите Вот такое существо в аду То выпивайте свое зелье скорости И просто-напросто уносите ноги Вот этого места Потому что, как видите Они офигеть какие сильные Они наносят очень много урона Если учитывая то, что у меня офигенная броня Зачаренная Она просто офигеть Какие зачарования Он также вас поджигает И, ребята Это просто жесть Попробуйте его убить В железной броне без зачарований Угу Я хочу на это посмотреть Но после того, как вы его убьете Он дропает неплохой даже топор И который зачарен Ну, в принципе, вы сами сейчас видите на экранах На что он зачарен Вы его можете встретить в аду С шансом 5% спавна На любой поверхности И перед тем, как вы заметите Рыцарь Ада Вашандарахнет молния И это, если честно, несет еще больше эпика в игру Поэтому, ребята Остерегайтесь, когда надумаете идти в ад в Майнкрафте Следующий моб Это злой зомби Как видите Какое отличие злого зомби от обычного В принципе, наверное, все ясно Потому что он злой У него очень большая скорость передвижения У него 6 единиц урона За 1 удар И 40 жизней Ребята В принципе, ничего опасного Но все же неприятно Когда на тебя нападает вот такое стадо зомби Это, ребята, офигеть Как сложно будет справиться с этим Но Ничего нормального не выпало Но Злой зомби может вам дропнуть Или изумруд Или алмаз Или железо Золото Уголь То есть Вы, в принципе, можете даже нафармить себе на Алмазный меч Если будете убивать И встречать Дофигища Злых зомби На улицах Вашего города Но лучше не надо Лучше убивать обычных Они намного спокойнее И веселее Следующий моб Это Блай Если перевести То это Ледяной рыцарь У которого 200 жизней И 10 единиц Урона Вот ты сейчас ко мне пришел А ты сейчас ко мне пришел Когда ты мне, в принципе, нахрен Сдался Ейте, конченый Твою ж Занагуа Вернемся к ледяному рыцарю Вернемся к ледяному рыцарю 200 единиц здоровья И 10 единиц урона За Один Ударчик Также, ребята Он Заставляет вас двигаться Очень медленно Потому что он все же Ледяной рыцарь И Лучше его всего убивать, ребята С помощью ТНТ Потому что ТНТ наносит ему 70 Урона 70 Урона И, в принципе, 3 ТНТ Могут его убить Но это еще не все, ребята Как видите Эти ледяные рыцари Спавнят летающих скелетов С башками Криперов То есть Это его подкрепление Можно назвать Вот так Конченые обычные мобы Они меня, если честно Заколебали Давайте убьем Вот этого ледяного Нафиг рыцаря Чтобы я вам показал Что с него Крутого Может выпасть Я понимаю Тоже, что ты Большущий танцор Но Дай-ка нам Себя уже убить Ах, ты ж зараза Ребята Он реально Очень сложный И намного сложнее Даже, чем тот же Йети А вот эти летающие паскуды Вообще, если честно Очень будут вас бесить Потому что Вы просто так К ним не сможете Добраться А только Убить их С помощью лука А лук у меня сейчас Далеко-далеко В инвентаре Поэтому я даже Не буду его доставать А сразу убью Вот этого Рыцаря А? Опа Наконец-то Наконец-то Он выпал Давайте перехреначим Вот этих летающих скелетонов И как вы, ребята Видите Спустя полчаса После того, как я начал сражаться С этим лидерным рыцарем Мне выпал его Магическая палочка Если вы хотите Чтобы я больше Погорел О вот этих Крутых предметах В ванильном Майнкрафте Без модов Ребята Напишите в комментарии Я создам Видите, у него У него в правой руке Меч А в левой руке Лук Но Зависит от ситуации Вот как видите Сейчас он поменял И сейчас у него в правой руке И 25 И 20% Скорости Удара Но, ребята Если вы поменяете руку То ничего не случится Хоть должно Случиться Потому что, ребята Когда вы будете Носить катану В левой руке Вот как я сейчас То у него будет 8 единиц урона Но почему-то Сейчас это не показывается Наверное Какой-то баг Но ничего страшного В жопу этого ассасина Приступаем к следующему монстру Он будет Намного интереснее Следующий моб Это Duskblood В русской версии Это Гулум Гулум Потому что так оно и есть Он будет спамиться В пещерах На высоте Ниже 30 И всегда Будьте осторожны Потому что Он будет Не один А их всегда будет 4 И давайте посмотрим На вот это существо Это реальный голум У него, ребята Только Двина Нет Сейчас, сейчас, сейчас Ребята, как видите Он очень быстро подыхает Потому что у него Только 15 здоровья Но у него 12 атаки Он очень Быстро подыхает Но также Очень быстро Вас убивает И также, ребята Он передвигается Просто Офигеть Как быстро Поэтому, ребята Когда будете гулять По шахтам Будьте осторожны Потому что Не только маги И различные призраки Могут вам встретиться А также Еще голумы Хотя, в принципе Маги будет намного Посильнее голума Но, но Все же Будьте осторожны Потому что Никто не хочет Увидеть голума За своей спиной Обосраться Поменять трусишки Тогда, когда Вы будете просто Добывать золото Ребята, будьте осторожны В следующий раз Когда будете прогуливаться Просто-напросто Где-то Посередине шахты Угу Следующий моб Это Висп Это, ребята Невидимая Летучая мышь Которая также Может спамиться Шансом 5% В пещере И, ребята Она вас отравляет Она вас стреляет Всякими стрелами И она меня Прямо сейчас убьет Хоть у меня Нереально зачаренная бронь Ребята Это бессмертная Летучая мышь Которую можно убить Только с помощью Я лучше уйду подальше Потому что Эта мышь Реально стреляет В меня молниями Ребята Эту летучую мышь Можно убить Только с помощью Того посоха Которую вы дропнете С мага Это огненный посох И вам, ребята Нужно будет его использовать На протяжении 25 секунд Чтобы убить Вот эту летучую мышь Если Вы не сможете использовать его Если она сбьет вам Кулдаун То вам нужно будет Заново использовать ее В течении 25 секунд Вот, ребята Другая история Это отдельная история С посохами Если вы хотите Я вам все покажу В следующей серии Если вы хотите Чтобы я ее сделал А сейчас давайте Будем убираться От этой проклятой Летучей мыши Потому что Бессмертную летучую Невидимую мышь Никто не хочет встретить В своих пещерах Поэтому, ребята Давайте будем приступать К финальному монстру Финальные монстры Которые называются Скиттер Ребята Самое ужасное существо В Майнкрафте Почему? Потому что Это Паукообразный Человек Который, ребята Будет Перелегаться Вот таким Странным образом У него 8 единиц урона И также Знаете Сколько здоровья? Нисколько Потому что Он нафиг Бессмертный Он может Смариться Шансом 5% Посередине пустыни Не тут Где я сейчас Нахожусь А именно в пустыне Ребята Его нету смысла убивать Потому что Он бессмертный А знаете Единственный вариант Как его можно убить? Знаете как? Знаете как? Иди сюда Зараза Иди сюда Иди сюда Иди сюда Подойди Подойди Вот как Его можно убить Его можно убить Золотом Вам нужно Дофигища Золотых блоков Чтобы убить Вот этого Скитера Бессмертного Скитера Не знаю почему Наверное у него Аллергия Просто на золото Я представления не имею Но ребята Вот в чем Прикол И также С него выпадает Финальная Маг Магическая палочка Я прям обосрался Этого звука Ребята Вот магическая палочка Которую вы сейчас получили В принципе Как видите Ребята Первая ее способность Это то Что вы можете прыгать Очень высоко Но ребята Давайте это рассмотрим Все же в следующей серии Если вы хотите Чтобы она была Это ребята Были 20 новых монстров В новой версии Майнкрафта 1.11 Вот такой я Немного обстрелянный Но все же Ребята Я буду рад Если вы видите Большущий палец На вот этот видосик И напишите В комментариях Хотите ли вы Видеть Следующую серию Хотите ли вы Чтобы я выставил Вот эту специальную команду Одна команда Которая добавит Вот этот Весь новый мир Монстров Всяких магических палочек И многого другое Ваш ванильный Майнкрафт 1.11 Напишите в комментарии Влепите Большущий палец вверх Подпишитесь на канал Нажмите колокольчик Чтобы вам приходили уведомления Возле подписки И ребята Поделитесь этим видео Со своими друзьями Я также буду Очень сильно этому рад Ребятушечки Большое спасибо Вам за просмотр Приходите на мой канал Завтра Потому что видео выходит Каждый день Я буду ждать вас завтра Еще раз Большое спасибо вам За просмотр Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok